Всем привет! Это девятая часть серии о 12 международной выставке на ВИТЭХ и 32 международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь», которые проходили со 2 по 6 ноября 2020 года в павильоне форум-экспоцентра в Москве. Российская неделя высоких технологий является важным этапом реализации программы «Цифровая экономика» и призвана способствовать укреплению спроса на российские IT-продукты, обеспечению кибербезопасности и развитию информационной инфраструктуры, искусственного интеллекта, мобильной, спутниковой и радиосвязи. Компания «Выбор» была основана в 1996 году и уже на протяжении 24 лет поставляет высококачественные аккумуляторные батареи партнерам по всей территории России и странам СНГ. «Выбор» является официальным эксклюзивным дистрибьютором брендов от ведущих мировых производителей CSB Energy Technology, Weber Battery & Gmbach, Leos International Technology Limited, Systems Sunlight. «У нас есть как тайваньские, китайские оборудование, также в Германии производят, стационарные батарейки производим в Греции». «Испектор на любой вкус, скажем так, на любой кошелек». «ВБР – немецкая компания, которая была основана в 2011 году и специализируется на продвижении свинцово-кислотных, малообслуживаемых и необслуживаемых аккумуляторных батарей по технологии АГМ и гель ВРЛА. Для источников бесперебойного питания, объектов энергетики, систем телекоммуникации, станций связи, охранно-пожарной системы безопасности, авто- и мототехники». Компания CSB Battery Ltd была образована в 1986 году на Тайване и первоначально производила свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые аккумуляторные батареи для источников бесперебойного питания компании АПС. В дальнейшем ассортимент продукции стал немного шире и на данный момент компания CSB является ведущим производителем необслуживаемых свинцово-кислотных батарей с объемом производства в более 4 миллионов батарей ежемесячно. Аккумуляторные батареи CSB поставляются в более чем 52 страны мира и используются в самых различных областях, системах бесперебойного электропитания, аварийного освещения, телекоммуникации и связи, охранных и пожарных системах безопасности. Батареи ВБР серии GP, батареи общего применения, необслуживаемые, герметизированные, выполненные по АГМ технологии, способны работать в циклическом режиме, в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень самозаряда, высоконадежны. Преимущества аккумуляторов ВБР это 1. Широкий диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 60 градусов Цельсия. 2. Улучшенная способность к восстановлению после глубокого разряда. 3. Корпус выполнен из высококачественного ударопрочного АБС-пластика или полипропилена. 4. Улучшенная конструкция ТК-отводов. 5. Высокая виброустойчивость. 6. Надежная герметичная конструкция. 7. Литая конструкция клеммы и крышки. Холдинг Кабельный Альянс является лидером кабельной отрасли Российской Федерации и страны СНГ. Компания представляет собой уникальный комплекс производственной научно-технической базы, выпускающей высококачественную кабельную продукцию. В составе холдинга 3 кабельных завода. АО «Электрокабель» Кольчугинский завод, АО «СИПкабель», АО «Уралкабель», которые располагают в Центральном, Уральском и Сибирском федеральных округах. А также единственный за Уралом научно-исследовательский институт кабельной отрасли НИКИ города Томск. Мощный производственный комплекс позволяет выпускать широкую номенклатуру кабельно-проводниковых изделий для всей отрасли свыше 160 000 маркоразмеров от проводов для бытового использования для силовых кабелей, применяемых в энергетике и добывающей промышленности. Производство волоконно-оптических кабелей организовано на заводе «Электрокабель». Мощность производства волоконно-оптических кабелей позволяет перерабатывать до 700 000 км оптического волокна в год. В оптических кабелях в качестве направляющей среды передачи применяется кварцевое оптическое волокно. Преимуществами волоконной оптики являются 1. Высокая скорость передачи сигнала. По волоконно-оптической линии связи можно передать информацию о скорости аппаратка 10-12 бит в секунду. 2. Передача сигнала на значительное расстояние без использования усилителей за счет очень малого затухания светового сигнала в волокне. 3. Большая емкость передаваемых данных. 4. Труднодоступность для несанкционированного использования. Невозможно перехватить сигнал, передаваемый по волц технически крайне сложно. 5. Повышенная устойчивость волц к электромагнитным помехам. 6. Электробезопасность волоконно-оптической линии связи. Отсутствие искрообразования в оптическом волокне особенно важно при эксплуатации в волоконно-химическом и нефтеперерабатывающих предприятиях. 7. Значительный срок службы волоконно-оптических линий. Не менее 25 лет. Завод «Электрокабель» производит следующие типы волоконно-оптических кабелей. 1. Для прокладки в кабельной канализации и защитных полиэтиленовых трубах не бронированные. 2. Для прокладки в кабельной канализации бронированной стальной гофрированной лентой. 3. Подвесные с вносным силовым элементом с несущим стальным тросом или стеклопластиковым прутком. 4. Подвесные самонесущие с арамидными нитями или стеклонитями. 5. Для прокладки в земле бронированной стальной проволокой. Все перечисленные виды кабелей могут иметь число волокон до 288 для кабелей модульной скрутки и до 96 волокон для кабелей с центральной трубкой. 5. Компания «Элтекс Коммуникации» Компания «Элтекс Коммуникации» – официальный дилер завода «Элтекс» – крупнейшего российского производителя телекоммуникационного оборудования. 6. Историческая справка о компании «Элтекс» С 1992 по 2010 год производственные мощности компании размещались в технопарке «Новосибирск» на улице Объединения. 7. В 2011 году была запущена линейка интернет-коммутаторов уровней доступа и агрегации, стационарное абонентское оборудование «Жипон» «Турбо-Жипон», а также линейка абонентских шлюзов «ВАИП» и «АйПи-АТС». 2014 год – это разработка и создание линейки беспроводных точек доступа и базовых станций, линейки домашних маршрутизаторов, медиа-центров и тонких клиентов. А также было разработано и создано линейки сервисных маршрутизаторов уровня SE – Customer Edge. В ноябре 2018 года было запущено в эксплуатацию здание исследовательского института ООО предприятия «Элтекс» общей площадью 28 тысяч квадратных метров. если вы хотите управлять маршрутами, то мы создали маршрут по всей этой части и создали страницу. Если вы в АйПе и в АйПоэзи installed подробную маршрут, то создали полный маршрут. Поэтому мы создали это, и в мастер-код работали в налогове маршрутной информации. Как будет таблица маршрут в СССР. Этот маршрут построен так, на которой маршрут был минимальный на точке зрения, и он будет соответствоваться с РФ. Если вы хотите его сравняться с машутами в ручку, спускайте. Вот этот разница у нас нет. И вполне высокоприоритетный он должен идти не по широкому лифте, а по более узкому, но более хорошей структурой смене сзади судьбы и столь хорошего ПТЕ. ПТЕ он работает только с динстейк протоколами, которые знают технологии стихий протоколов, и его начали использовать. Практически все выпускаемое LTEX оборудование входит в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства Минпромторга России. Предприятие экспортирует оборудование в более 20 зарубежных стран. Ethernet-коммуникаторы, доступы агрегации, сервисные маршрутизаторы, оборудование Wi-Fi и FBWA Wi-Fi, программный коммутатор soft switch 4-го и 5-го классов, абонентские цифровые ВАИП-шлюзы, домашние роутеры, IP-медиа-центры СТБ, оборудование «Умный дом». В 1959 году по постановлению Совета министров РСФСР в городе Пскове, что находится на северо-западе России в 280 км от Санкт-Петербурга, был открыт филиал ленинградского завода «Красная Заря». Через полгода завод выпустил первую продукцию – городские АТС типа АТС-54А. В апреле 1970 года предприятие вышло из объединений и стало именоваться «Псковский завод автоматических телефонных станций». В 1995 году предприятие акционировалось, а с 2004 года именуется открытое акционерное общество «Псковский завод автоматических телефонных станций Т». В настоящее время ОАО «Псковский завод автоматических телефонных станций» разрабатывает, производит и реализует коммутаторы оперативно-телефонной связи, телефонные аппараты и абонентские устройства специального назначения и многое другое. Длительная работа в составе ВПК позволила внедрить на предприятии современные технологии и выпускать продукцию, не уступающую по своим параметрам, зарубежным аналогам. На «Псковском заводе АТС» функционирует металлообрабатывающее производство, оснащенное штампами, прессами от 16 до 60 тонн, прессами-автоматами, универсальными и автоматизированными металлообрабатывающим оборудованием, токарно-фрезерные станки, токарно-автоматы с ЧПУ, обрабатывающие центры, производство лития пластмассовых деталей с современным оборудованием объема впрыска до кубометра, производство гальванических покрытий, участок окрашивания эмалями и порошковыми красками, сборочное производство, осуществляющее сборку и монтаж радиоэлектронного оборудования. Устройство проверки абонентских линий предназначено для ручной проверки абонентских линий на наземных стационарных объектах в помещениях. Цифровые станции прямой связи «Экспресс-М» предназначены для организации прямой телефонной связи руководителей с одним или группой прямых абонентов, операторами других пультов с абонентами, включенными в ВТС или другие системы телефонной связи и обработке информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Обладают гибкой архитектурой, позволяющей максимально адаптировать оборудование под требования заказчика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Кром IP, телефонный IP-аппарат открытой телефонной связи на доверенной элементной базе предназначен для эксплуатации выделенных помещений второй и третьей категории включительно для установления телефонной связи с абонентами, подключенными к автоматическим телефонным станциям по IP-сетям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Специальный телефонный аппарат Сапфир-2 предназначен для эксплуатации в выделенных помещениях органов государственной власти Российской Федерации и обработки информации, содержащей сведения, составляющую государственную тайну, по двухпроводным абонентским линиям в стационарных сетях специальной связи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Аппаратура ПАТА-М предназначена для коммутации каждой обслуживаемой абонентской линии на 4 телефонный аппарат абонента, расположенный в различных местах его пребывания или на телефонный аппарат секретаря. Один комплект аппаратуры обеспечивает обслуживание двух абонентских линий. Существует возможность наращивания количества обслуживаемых абонентских линий с использованием дополнительного оборудования. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Компания Impulse занимается разработкой и производством систем защиты электропитания. На сегодняшний день компания выпускает источники бесперебойного питания от 450 ВА до 2 ГВА, в том числе повышенной степени защиты с многоуровневым резервированием мощности, что позволяет удовлетворить запросы бизнеса любого масштаба. Предприятие ЛОТЭС-ТМ создано в 1992 году коллективом сотрудников ряда московских научно-производственных объединений оборонной промышленности. На предприятии работают около 200 человек, 90% из которых инженерно-технический персонал. Направлением деятельности предприятия является разработка, производство, развертывание и техническая поддержка аппаратно-программных комплексов для систем связи и автоматизированного управления. Производственные и научно-технические подразделения ООО ЛОТЭС-ТМ находятся в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Калининграде и Твери. На основе опыта разработки систем автоматизации управления и связи для Вооруженных сил Российской Федерации и органов Орг. Охраны правопорядка российским предприятием ООО ЛОТЭС-ТМ разработаны серийно производятся программно-технические комплексы автоматизации оповещения и связи на БАД. Основными элементами автоматизированной системы управления являются автоматизированные рабочие места, ARM, куда истекается информация, а также модули интерфейсов, программные и аппаратные, к различным информационным исполнительным системам. ООО С на БАД имеет распределенную децентрализованную архитектуру, отсутствует центральный коммутационный элемент и построен по модульному принципу. Все составные части комплекса являются функционально законченными устройствами и взаимодействуют между собой через сеть IP. В качестве операционной системы применяется Астра Линукс, российская операционная система, используемая для построения защищенных автоматизированных систем. В качестве операционной системы применяется Астра Линукс и Астра Линукс. В качестве операционной системы применяется Астра Линукс и Астра Линукс. Астра Линукс и Астра Линукс. Астра Линукс и Астра Линукс.